Канобу.ру представляет Всем привет! Мы находимся рядом с заведением под названием Small Pub. Несколько лет назад здесь происходили ожесточенные стычки между болельщиками за футбол и просто любителями выпить и поджечь заведение, в котором они сидят. Но сегодня особенный вечер. Сегодня все вопросы решаются в игре Street Fighter 4. Как вы считаете, видеоигры вредят нормальному человеческому общению? Некоторые люди считают, что вредят. Дескать, если человек любит поиграть, то он обязательно замкнут, нелюдим и круглые сутки торчит в своей спальне за консолью или компьютером. А уж про любителей файтингов и говорить не хочется, по слухам, они оттачивают суперудары и комбо до посинения и, кажется, совсем лишены нормальной жизни. Однако прошедший в московском Small Pub турнир Drunk Fighter ломает этот стереотип. Многие люди пришли сюда в первую очередь для того, чтобы хорошо провести время, пообщаться, посмеяться, выпить пиво и лишь затем помериться силами в Super Street Fighter 4. Идея турнира родилась спонтанно. Организаторы Максим Самойленко и Виктор Зуев, оба известные своей работой на канобу, однажды поспорили, кто лучше играет в Street Fighter 4. На протяжении многих недель они обменивались угрозами и обещаниями набить друг другу морду, но шанса схлестнуться не предоставлялась. И тут, казалось, наступил решающий день. Накачавшись янтарным, участники, среди которых был полный состав подкаста «Адовая кухня», радостно схватили за геймпады для Xbox 360 и устроили кровавый мордобой. Так как многие играли в Street Fighter, если не в первый, то уж точно во второй или третий раз в жизни, ни о какой тактике боя и речи не шло. Победы добивались те, кто выпил чуть меньше, чем остальные. Несмотря на строго неофициальный статус турнира, победителю и финалисту достались в меру ценные призы, а руководство пабу угостило их дополнительной порцией пива. Здесь в само пабе всегда рады приветствовать не только любителей футбола и любителей выпить и закусить, ну и всех любителей поиграть на консолях, в том числе и в боевые вот такие игры, как в Street Fighter, например. Точно так же мы рады ребятам, которые играют в Pro Evolution Soccer, FIFA, NKL, NBA, все что угодно. Ну, я думаю, что лучше времяпрепровождение, чем поиграть с пивом и с креветками, например, этим в этом сезоне никто еще не придумал. В общем, получилось шумно, весело и немного нетрезво. Все участники, организаторы Drunk Fighter, кажется, остались очень довольны. А если так, то почему бы в будущем не встретиться и не провести еще один турнир? Уже по какой-нибудь другой игре. В конце концов, какая разница? Ведь не в играх дело. Ну а что касается противостояния Максима и Виктора, без которого ничего этого не случилось бы, то мир, наконец, узнал, кто же из них сильнее в Street Fighter 4. Я считаю, что у нас получилось, и мы будем практиковать такого рода развлечения, наверное, ну, как минимум раз в месяц. У нас впереди выходит Mortal Kombat, и еще, собственно, файтинги на этом не ограничиваются. Есть те, которые выходили раньше, как мы вот сейчас взяли Street Fighter. И так что сатисфакция не состоялась. Водка на пиво, деньги на ветер.